Добрый день, Михаил Мартынов. Рад вас видеть сегодня на конференции, которая была давно запланирована и наконец-таки состоялась. Это наша первая встреча, как мы планировали, такой комплекс встреч по разным темам. Роман, добрый день. Очень рад встрече, пускай и только лишь виртуально. И действительно, мы наконец-то встретились. Первая тема, которую я хотел бы озвучить и услышать твое экспертное мнение, это сгонка веса. Эта тема многих интересует. Многие занимаются этой темой. И ученые, и спортсмены, и тренера занимаются этой темой. Конечно же, в основном, ее цель – это соревновательная деятельность в единоборство, где есть весовые категории, и она актуальна. И хотел бы услышать от тебя твое мнение. Во-первых, твой опыт, как спортсмена, когда ты был. И следующий этап – это твой опыт уже как тренера. Ну да. Чаще всего это в единоборствах веса гоняют. Вес гоняют тяжелые атлетики, в боксе, в самбо-дзюдо, греко-римское, вольное. Конечно же, другие видные наборств. Также есть понятие боевой вес и в видах спорта, где нет весовой категории, таких как легкая атлетика, велоспорт, плавание. Там также спортсмены подводят себя на момент старта к оптимальному состоянию по килограммам, когда они чувствуют себя хорошо и могут показать свой наивысший результат. Да. Так что сгонка веса, она не только затрагивает виды спорта, связанные с весовыми категориями. Но раз уж мы с вами борцы, конечно же, нам надо проговорить опыт, который мы имеем в борьбе. Да. И, Михаил, я с тобой полностью согласен, но здесь есть маленький, наверное, такой нюанс. Все-таки в тех видах спорта, где нет весовых категорий, там спортсмены, наверное, просто корректируют свой вес, придерживая его в тех рамках, которые более-менее для них подходящие. Допустим, ты озвучил велосипедист, да? Есть там горники, есть шоссейники, есть трековики, там гиды, разные у них роста весовые показатели. И каждый придерживает свое. Так же и пловцы, наверное, и так далее. Но мы говорим о борцах, да, поэтому нам интересно узнать, как вот скорректировать и вообще, что это дает. Ну, давай начнем твой опыт именно как спортсмен. Вообще, ты гонял? Ну, вот я как раз с этого и хотел сказать, что, ну, в первую очередь, ну, мое такое мнение, что сгонка это не очень хорошо, и я противник сгонок больших. Ну, скажем так, до 5 килограмм, скрипя сердцем, я принимаю сгонку веса. То, что более 5 килограмм, ну, на мой взгляд, это уже насилие над организмом, и уж как он аукнется нам этот организм, как эта сгонка веса аукнется в старости, это нам пока сейчас в молодом возрасте неведомо. Вот, но это явная нагрузка на организм, это обезвоживание его. Ну, сейчас об этом поговорим, да. Так что, в первую очередь, я противник сгонки и позволяю себе, позволял как спортсмену, когда я был спортсменом, до 5 килограмм гонять. И также сейчас, когда тренирую, общаюсь со своими подопечными, также их прошу не гонять, не увлекаться этими сгонками, потому что в первую очередь мы же все-таки борцы. Если мы владеем техникой, тактикой, то по большому счету плюс-минус 3 килограмма не играет большого значения, большой роли не играет. Если ты умеешь бороться, то ты его и победишь. Если ты ловок, ловок и коварен, вот, у тебя все получится и так. В общем, одним словом, я противник, сам гонял, вот, до 5 килограмм. И могу сказать, вот, по завершению, у меня было несколько опытов, начну с самого первого. Мне еще нету 16 лет, отбор на перенство Советского Союза через перенство Москвы. Вешу я 45,5 килограмм, 45,500. Вот. Следующая весовая, а весовые категории такие, 45 и 48. Ну, поскольку я уже сказал, что я противник сгонки, и 500 грамм я посчитал, что я не буду гонять, потому что я умею бороться, и я выиграю все равно их 48. Ну, одну встречу я проиграл за несколько секунд буквально, неловко попавшись на болевой прием. Возможно, это был элемент случайности, конечно. Конечно, возможно, нет, но вторую встречу я выиграл. Но выиграл уже с минимальным преимуществом, и поскольку борьба до 6 штрафных очков, я, несмотря на то, что вторую встречу выиграл, поскольку она была с минимальным преимуществом, я, к сожалению, вылетел. Вот. Такая была у меня первая наука, что все-таки 500 грамм-то можно и подсогнать. Хотя было бы интересно еще раз с этим человеком побороться, именно вот где на болевой прием попался. Может быть, и не попался бы. То есть тут такой момент везения случайности. Но ты сейчас сказал о юношеском возрасте, да? Мы, кстати, вот это тоже я хочу разделить. Есть возраст все-таки юношеский, есть уже возраст взрослый, и тут тоже разные представления о сгонке веса. В юношах, когда организм растет, наполняется энергией, все там внутренние органы развиваются, еще не созрели так, как надо. Вот. Поэтому с точки зрения здоровья, может быть, ты поступил правильно. Даже 500 грамм. 500 грамм все-таки можно было подсогнать. Это, сами понимаете, это пустяки. Вот. Тут просто некая гордость сыграла. Там, знаешь, такая фраза. Сгонка для трусов. Там гоняют трусы. Ну, сейчас можно более практично сказать. Гоняют те, кто, ну, желают достичь быстрого результата. Успеха. Но здесь, к сожалению, когда мы гоняем, вернемся к этому сгонке, что такое сгонка, то это, в принципе, попытка решить свою стратегическую задачу, то есть победить с помощью силы. То есть тут с помощью подавления я согнал, я выше ростом, я покушал еще вечером, взвешивание, утром борьба, я восстановился, у меня больше сил. То есть это, в принципе, силовой метод решения вопроса. Ну, если мы занимаемся борьбой, то мы занимаемся борьбой, а не силовым каким-то таким, не тяжелой атлетикой, скажем так, да, где вот надо силой точно решить. Вот. Здесь надо решить именно техникой, тактикой, стратегией и так далее, и так далее, и так далее. У тебя следующий этап, когда ты применил именно сгонку веса? На следующий год уже, вот ровно через год, на это же перенество Москвы, ну, я уже поправился, я же юноша, я вырос, и я согнал уже в 48 килограмм 2 килограмма. И перенество Москвы это выиграл. Спартакиада, сама это была уже спартакиада школьников СССР, а спартакиада была летом, спустя, после отбора щечного перенества Москвы, спустя буквально там, ну, наверное, так, в августе боролись, ну, два с половиной месяца. Вот. Мы уже говорили, что юноша есть юноша, что он растет, развивается, и к моменту уже выступления на спартакиаде, СССР, я уже имел четыре с половиной, четыре с половиной лишних килограмма. И впервые, отбор есть отбор, отобрался в 48, в 52 не повезут, я впервые в жизни гонял четыре с половиной килограмма, вот в свои 16 лет, и надо сказать, что раз это было первый раз, сами понимаете, Могова не понимал, конечно же, выполнял все рекомендации тренера, и товарищей, все старался, но помню, что сил бороться не было вообще. Ну, вот, ну, совсем. Ну, вот, я, Михаил, слышал такую формулировку от ученых, что допустимая норма сгонки веса, ну, вообще, это для взрослых и для детей, вот ты назвал пять килограмм, как бы, твоя такая, да, твое видение. Ну, на интуицию, да. Да. Говорят, не более пяти килограмм, пяти процентов от общей массы личного веса. То есть, получается, что на тот период, когда тебе было 16 лет, ты гонял почти 10 процентов. О, Боже. Да. То есть, ты практически извращался над своим собственным здоровьем, так можете сказать. Ну, я, кстати, не 4,5 килограмма в 48 это вообще пустяки, я не буду сейчас называть фамилии, но при Советском Союзе взрослые спортсмены, мужчины в 48 килограмм гоняли 12 килограмм. Вот она жажда победы, жажда славы. 12 килограмм. Вот ты сказал, что после сгонки 4,5 килограмм ты ощущал, ну, такую... Вялость, усталость, не было тонуса мышечного, не было достаточной координации, реакции на все. То есть, я очень был плохой. А тебе кто-то давал рекомендации, как гонять вес в тот период? Ну, конечно же. У нас были и беседы с тренером, который нам подробно рассказывал, какие микроэлементы, витамины нужны организму, откуда их забирать максимально, чтобы они у тебя в организме присутствовали, чтобы ты был действительно жизнедеятельный. То есть, это все тренерские советы и рекомендации. Но, опять-таки, одно дело услышать, другое дело выполнить их в точности. И, ну, повторюсь, я гонял тогда в первый раз. И думаю, что из-за того, что у меня не было достаточного опыта, я и, собственно говоря, и согнал-то кое-как. Я знаю, что, ну, во-первых, ты боролся во взрослом самбо, да, и дзюдо. И у тебя в самбо была категория, там, 68, да, кажется, ты боролся. И в 74. Вот об этом я и хотел теперь рассказать. То есть, вот у меня было две сгонки в детстве. Две сгонки в детстве. В принципе, я, по большому счету, вот более двух килограмм потом в дальнейшем уже тоже не гонял. Такого большого результата у меня не было. Там, по юношам и по юниорам я только лишь был бронзовым призером перенства России. Это были, вот, юношеские и юниорские моменты мои наивысшие результаты. Но организм продолжал расти. И первый чемпионат страны мне удалось выиграть весовой категории до 68 килограмм. Ну, я там согнал порядка двух с половиной килограмм. Вот была моя сгонка веса. Два с половиной килограмма, 68. И в 68 килограмм проборолся несколько лет. Вот так вот этот 98 год, первый чемпионат. И уже в 2001 году я стал весить 72 500. То есть, у меня вновь появились эти четыре с половиной килограмма, что и в детстве. В моем юношестве вот 16 лет. Понимая свой организм, а последняя сгонка веса в 2000 году на чемпионат мира, я помню, что я уже там тоже, то есть, это уже не два килограмма было в 2000 году, уже побольше я весил. И я помню, что опять-таки стою, бегаю, одеваюсь, стою на весы, ноль результата. Опять одеваюсь, опять бегаю, я уже бегать не могу, уже все. А у меня все вес стало и все. И после этого я, конечно же, принял решение. Стоп игра, мне организм дороже, мы умеем бороться и с весом 72 500 уходим в весовую категорию до 74 килограмм. И там в один сезон мне удалось выиграть Кубок России, Кубок Мира, Чемпионат России, Чемпионат Мира и все сопутствующие подготовительные турниры. Михаил, вот ты сейчас сказал, что... Плохо влияет вообще на здоровье человека, да, такие вот большие изгонки веса. Но есть нормы допустимые, да, там, придержать вес, там, килограмм-два, вот. Ты принял решение, а как тренеры твои реагировали на то, что ты не собираешься гонять, все-таки ты был членом сборной команды страны и по самбо и по дзюдо. Как они реагировали на то, что ты вот говоришь, что я вот хочу, значит... Придерживаться вот такого. Ну, вполне нормально. А мы знаем, что многие тренера, наоборот, я знаю, ну и скорее всего ты знаешь, что наоборот, ну как бы советуют сгонять. И ты даже озвучил, что есть, которые сгоняют и по 10, 12 и больше килограмм. К сожалению, да. Но у меня реакция тренера была очень даже адекватной. Я воспитанник Старости Новичлава Юрьевича, Елисеева Сергея Владимировича, Табакова Сергея Евгеньевича. Все эти люди, они придерживаются школы Чумакова. А школа Чумакова – это заставить человека самому идти по своему пути. Не когда тебя тренер за ручку ведет, коняй-коняй, будешь чемпионом. А ты сам должен принять решение, где ты будешь чемпионом и стать им. То есть вот чувствуете разницу подхода, да. То есть не тренер ведет на Олимп человека, тащит за собой вот так вот на цепях его вытаскивает. А он создает, тренер создает условия, при котором спортсмен сам должен реализовывать себя. Вот, поэтому данное решение, разумеется, они приняли вообще нормально. К тому же они видели, что я в предыдущем сезоне на подготовительных турнирах пробовал себя уже в 74. Уже у меня как бы такие были попытки. Не на все же старты гоняешь, там, 68. Есть подготовительные турниры, где без гонки веса борешься. И мы видели, что в 74 килограмма я без гонки веса вполне адекватно смотрюсь, уверенно выгляжу. И никто даже, ну, скажем так, реакция была нормальная. Нормальная. 74, прекрасно, твое решение вперед. И все оправдалось. Когда ты был спортсменом в составе сборной команды страны, ну, мы не будем говорить фамилии, но просто вот на твоем, твои воспоминания были те, кто гонял очень много. Как вообще они, их организм справлялся с этим? Что они чувствовали? Ты же, наверное, беседовал с ребятами. Да, я видел ночные обеды, когда сгонщик, согнав восьмерку, товарищ у меня, восьмерку согнал в 42 килограмма. Это вот юношеская Россия была, отбор на Европу. И он выиграл, он согнал восьмерку, он выиграл, потом эту восьмерку гонял уже на саму Европу. Ну, смотреть, конечно, было жалко. Это зрелище, такой человек. Вот мы видим на старых кадрах кинохроники, когда там вот, к сожалению, заключенные в концлагерях, такие изнеможденные, когда однокожая на скелете. Вот это примерно, я видел на своем товарище, он просыпался, он поужинал, проснулся ночью и опять давай, прямо сидя на кровати, на тумбочке была заготовлена заранее еда, продолжал кушать. Ну, это вот такие перепады для организма. Мне кажется, не надо объяснять, что это вот просто такие крайности, которых надо избегать, на мой взгляд. Вот, поэтому я всегда смотрел на них, конечно, так, с некоторым таким, может быть, сочувствием, что ли. Но вижу, что часть спортсменов после таких сгонок и тот товарищ, вот, восемь килограмм согнавший, они уходят из спорта после вот этого всего стресса, вот. Но вижу, что не все, вижу, что есть спортсмены, и сегодня у нас в нашей сборной команды мужской и женской есть представители, которые, ну, там, восьмерка-несгонка, что называется, десятка-несгонка, поехали, мы всех победим. Победим. Ну, не сторонник данного решения. Вообще, есть ли вот сейчас в команде, где ты тренируешь, такие тренера, которые, ну, у вас есть по этому поводу дискуссии, допустим, гонять, не гонять? Вы как-то обсуждаете эти вопросы? Обмен мнениями происходит, но решение, конечно же, за ними, если вы меня спросите, как тренер сборной команды страны, то, разумеется, это решение принимается на местах до чемпионата страны, в каком весе им выступать. И они меня услышат, но поступят по-своему, разумеется, потому что, сами понимаете, очки голой секунды выливаются в зарплаты, премии и другие вознаграждения. И вот ради этого человек, собственно, и идет на такие жертвы. И много таких. Да, Михаил, давай тогда теперь плавно перейдем к следующему вопросу, ну, то есть он этот же вопрос, но мне хотелось бы узнать, в завершении твоей спортивной карьеры ты боролся уже в 7,4, а были бы попытки перейти в более высокую весовую категорию следующую, там, 82 по самбо или 81 по дзюдо? Попытки или пробы такие, пера, так называем? Ну, не попытки, а размышления. В принципе, борясь на тренировках, уже когда вот именно зрелый человек, 74, уже в ранге чемпиона мира, борясь на тренировках стяжами даже, мне казалось, что я борюсь со своим одновесством. Ну, потому что надо не использовать свою силу, да, правильно перемещаться, захваты, правильно работать на вот именно тактических приемах, и тогда ты, в принципе, тебе не важно, сколько ты весишь. Я даже подумал, что зря в свое время дзюдо отменила абсолютно весовую категорию, и когда-то первый чемпионат мира вообще была одна весовая категория, да? Ну, конечно же, побеждали крупные люди. Ну, вот заканчивая как бы мысль такую, что да, когда я был зрелым уже, мне было все равно в каком весе бороться, но я не рисковал, потому что понимал, ну, травмы, вероятность все-таки есть какая-то такая более высокая, нежели я борюсь со своим весом, или я борюсь там с 90 килограмм. Ну, есть вероятность, есть вероятность, вот, и я из таких вот соображений безопасности на соревнованиях не выступал, а на тренировках с большим удовольствием боролся с любой весовой категорией, конечно же, наибольшее удовольствие мне доставляло именно бороться с более тяжелой, но с легкой там все ясно, там можно подавить и все, а вот с тяжелой ты же его не подавишь, тут только обыграть надо. И, конечно же, не стал на соревнованиях бороться, но в целом говорю, что если человек умеет бороться, то уже весовой категории не имеет значения. И абсолютку считаю, что имеет смысл вернуть, но выступать все-таки в ней легковесом надо только тогда, когда этот легковес уже действительно умудрен опытом, скажем так. Если не очень высокого, то есть, я скажем так, легковесу в абсолютке надо бороться от мастера спорта международного класса. Просто мастер спорта еще не такой умудренный опытом человек и много ошибок, и смысла там нет ломаться. А если ты уже международник, это большой путь и, скажем так, шансы есть. Михаил, как тренер сборной команды и как тренер просто тренирующих спортсменов, вообще дискуссия на эту тему со своими спортсменами, она проходит у тебя? Ну вот да, когда подходят ко мне, вот теперь я могу рассказать, как личный опыт уже не тренера сборной, а как тренера спортивной школы. Да, и по поводу, Михаил, по поводу у нас времени оставшегося, у нас 10 минут. Буду постараться покороче. Да, в общем, когда на данный момент ко мне подходит с вопросом, а давайте мы будем гонять, я говорю, а давайте сколько? И вот когда мне объявляется вот эта вот цифра за 5 килограмм, ну я говорю, я не сторонник. Если ты хочешь, я продолжаю придерживаться школы Чумакова и создавать условия для спортсмена, который должен сам протаптывать себя в дорожку, я объясняю свою позицию, что я не согласен с этим, что в этом я не вижу смысла, что быстрое достижение победы, возможно, аукнется проблемами где-то со здоровьем. Вот, но если ты очень желаешь и чувствуешь себя уверенность и принимаешь это решение самостоятельно, то ты можешь попробовать эту сгонку веса. Как правило, после такой беседы человек не гоняет. То есть, в принципе, как тренер ты объясняешь спортсмену последствия, которые могут возникнуть в результате сгонки, особенно излишней сгонки веса, и стараешься все-таки предостеречь спортсмена, чтобы сохранить его здоровье. Да, то есть, я делаю такую попытку, но оставляю ему шанс. То есть, если очень, вот человек вот загорелся и все, там, знаете, и уверен, что он добьется успеха, пожалуйста. То есть, это некая психология. То есть, вот ты уверен, что ты после вот этой восьмерки, ты выиграешь эту Россию? Хватит ли тебе скорости? Сумеет ли твой организм восстановиться после такой сгонки? А сколько у тебя было опытов уже этой сгонки? Можешь ли ты это как бы повторить? Вот когда этот спортсмен сам себе вот на эти вопросы ответит, он тогда и принимает решение. И, как правило, он понимает, да, никогда не гонял. Тут вдруг в голову сбрело согнать 8 килограмм. А как это будет? Он никогда не бывал в этом состоянии. И, как правило, остаются в своих весах. Михаил, а вот с учеными, медиками по этому поводу вообще в сборной идет консультация? Ну, с врачами сборной, конечно же, мы как-то не можем поговорить. Ну, вот, допустим, о вреде сгонки. Что вот самое такое, ну, на мой взгляд, первое нехорошее? Организм, хотим мы того или нет, теряет жидкость? Соответственно, густеет кровь. А кровь проталкивает по организму сердце. И получается так, что сердце, пока человек гоняет, а в любом случае мы много жидкости теряем на сгонке веса, работают с удвоенной, с утроенной силой. Зачем же мы насилуем так свой организм? Вот они рекомендации врачей. Ну и потом, далее. И пошли про отрицательные стороны, да? Далее. Вместе с жидкостью выходят минералы, соли, все то, что нам нужно для, скажем так, активной жизнедеятельности. По себе помню, вот четверочку гоняю, и сразу те болячки, о которых я уже забыл. Коленка там где-то, плечо. Я уже не помню, что они у меня были, эти травмы. Но вот после потери 4 килограмм, сразу и вспомнилась коленочка, сразу и плечо заболело. В общем, все болячки мгновенно вылезают на первый план. Это же только опять-таки говорит о том, что организм подворван и ослаблен. Михаил, я писал предварительно перед нашей встречей объявление, кто хочет задать вопрос Михаилу. И вот мне, я хочу озвучить для тебя вопрос, который задал Таир Нариман. Вот, я думаю, что ты знаешь его, он... Да, мы знакомы. Исследователь и мастер. Если он нас смотрит, здравствуй, Таир. Да. Он задает, написал мне вопрос риторический. Все знают, что сгонка – это плохо и опасно для здоровья. Как этого избежать? Реально ли вообще? Ну, хороший вопрос в том плане, как этого избежать? Ну, как этого избежать? Если ты разъелся и вынужден гонять от того, что ты не соблюдал, то есть разные же моменты для сгонки есть. Период в межсезонье, не следил за питанием, и вот, пожалуйста, ты вынужден теперь гонять. Как этого избежать? Следи за питанием всегда. И тебе не надо будет гонять тогда в свою весовую категорию, если ты будешь всегда за ним следить. Если сгонка веса от разгильдяйства и несоблюдения, скажем так, режима питания, то избежать ее можно, соблюдая режим питания. А если сгонка веса просто от желания победить в более легкой весовой категории, ну, тут уж как раз вот как избежать? Я, наверное, сейчас это в предыдущей ответе говорил, что просто побеседовать и расставить все точки над «и». А способен ли ты после такой сгонки показать результат? И часть спортсменов подумает, что буду бороться в таком весе, в каком весу. Да, слушаю следующий. Ну, следующий вопрос, в принципе, ты уже на него ответил, который я хотел задать. То есть ты продолжил беседу и уже развил то, что я хотел как бы дополнительно спросить. В итоге мы, если завершая наш сегодняшний диалог, конференцию, видео на тему сгонка веса, во-первых, я благодарю тебя, что ты высказал свое мнение, которое, в принципе, никак не идет в разрез с наукой, с медициной, да, и вообще с нашим здоровьем. Ты человек опытный и как спортсмен и как тренер. Все это прошел как спортсмен и сегодня продолжаешь проходить как тренер. Поэтому я, во-первых, благодарю тебя за это. И, во-вторых, я хочу, чтобы ты в завершении вот оставшаяся у нас минута, может быть, что-то дополнил и сказал бы тем молодым тренерам, специалистам, которые, может быть, в погоне за быстротечными результатами, особенно в детском возрасте, там, в юношеском возрасте пытаются, так сказать, использовать, ну, так назовем, такие негативные методы. Ну, мое мнение такое, что не нужно гнаться за быстрым результатом, нужно постепенно-постепенно выращивать своего подопечного, понимать, что юношеский результат, он, ну, как бы ты его как вот достиг, мы знаем, что ранний результат, он не дает гарантии, что спортсмен продолжит выступать в зрелом возрасте. И вот если у тренера есть желание сохранить спортсмена своего на долгие годы, чтобы он и доборолся до чемпионата мира, олимпийских игр, то, конечно же, надо терпеливо выращивать.